Добрый день, дорогие наши телезрители, радиослушатели. В эфире программа «Якутск. Сегодня» и с вами я, ведущая Ольга Голдобина. Сегодня мы с вами поговорим о нашем местном санатории «Абырал». Все мы знаем, что хочется отдохнуть, хочется получить какой-то здоровительный эффект, хочется почувствовать себя нужным, полезным, получить удовольствие. От жизни, скажем так. Но не все мы с вами знаем, что это можно сделать в нашем городе. Это можно сделать, приятно проводя время, и в то же время радуясь тому, что это наши люди, наши с вами люди, и что это для нас сделано близко от нашего дома. Также напоминаю вам, что у нас есть два номера телефона, по которому вы можете обратиться, задать вопрос, можно даже сказать, предложение свое унести. Наши режиссеры запишут, а потом в конце передачи передадут. Номера телефонов 320066, 3211-66. Итак, давайте знакомиться с нашими уважаемыми гостями. Сегодня у нас в студии главный врач на натуре Абырал Иванова Елена Николаевна, социальный психолог Амыдаева Мария Николаевна и специалист организационного отдела Наговицына Ирина Михайловна. Надеюсь, кому это важно, записали. Ну, начнем, конечно же, с главного врача. Самая основная информация, как правило, о том месте, о котором мы хотим рассказать, естественно, преподносится руководителям предприятия. Кто больше может знать? Итак, Иванова Алена Николаевна, главный врач санатория Абырал. Расскажите нам, пожалуйста, о вашем санатории. Ну и судя по тому, какие вы замечательные, о вашем любимом рабочем месте. День добрый, уважаемые телезрители. Санаторий Абырал у нас работает уже в этом году 23 года. Конечно, рассказать про наш санаторий мы можем очень много, но хотелось бы более детально сказать насчет того, чем же занимается наш санаторий. Во-первых, в нашем санатории мы проводим оздоровительные санаторно-курортные мероприятия, плюс медицинскую реабилитацию, те, кто к нам обращается. Ну и более сегодня мы расскажем, кто к нам попадает, по какой линии к нам попадает. То есть это по системе ОМС, по медицинской реабилитации, мы расскажем, кто и как должен нам направить. По инвалидам, которые тоже имеют оздоровительные мероприятия. Ну и ветераны труда и тыла, и все население, которое у нас сегодня есть. В санатории у нас проводятся достаточно обширные оздоровительные мероприятия. Мы стараемся делать так, чтобы, живя в Якутии, пользоваться нашими природными ресурсами. Это абалахская грязь, которая у нас очень славится. Это кипендяйская соль, которую мы тоже используем и в галлотерапии, и в лечебных ваннах. И фитотерапия, которая у нас тоже достаточно... Ну, Якутия очень богата. Травами, конечно. Лекарственными травами, да. Ну и, соответственно, больше люди у нас попадают. И благодарны тому, что коллектив очень приветливый. Потому что для пожилых людей в основном, да, ну и не только пожилых людей, да, вообще любому человеку очень нужно общение. Это наши культурные мероприятия, которые проводятся, да. Об этом подробно Мария Николаевна тоже расскажет. И не только те мероприятия, которые у нас в стенах санатория проводятся, да. Ну и, соответственно, у нас досуги идут. И по нашим этнокомплексам, которые у нас есть в Якутии, достаточное количество, да, это Артадайту. Ну, мы с ними очень хорошо работаем. И мы работаем с усадьбой Атласовых и Чучур-Муран. И по театрам, да. К сожалению, конечно, год только начинает, и очень холодно. Поэтому сейчас пока приостановлены вот эти вот деятельности, да. Но со временем у нас в планах это и есть, и мы ее возобновили. С февраля это все равно все активизируется. Январь всегда у нас холодный. Поэтому мы такие находимся в полусонном состоянии, потихонечку начинается раскачка и так далее. Вот, Алена Николаевна, меня вот интересует еще один вопрос. Понятно, что много льготников, да, они к вам попадают льготно, оплачивает там ФСС, Федеральное соцстрахование, там Министерство труда, кто-то еще. Расскажите нам об этом, пожалуйста, поподробнее. Ну, поподробнее, да, значит... Вот чтобы через... Я извиняюсь, прервала. Вот чтобы попасть к вам на бесплатной основе, какие действия должны предпринять? И кто может воспользоваться возможностью к вам попасть бесплатно? Давайте начнем с того, что у нас в санатории на сегодняшний день 100 койко-мест. И из этих мест 30 койко у нас определены на медицинскую реабилитацию, то есть это по обязательному медицинскому страхованию. Остальную часть, да, об этом подробно скажет, я думаю, Ирина Михайловна, да, конкретно по документации. Я скажу общие вот эти вот ситуации, да, параметры, которые на сегодня есть. У нас есть три источника финансирования. Мы не бюджет, мы работаем как некоммерческая организация, так как автономная некоммерческая организация. У нас есть три источника финансирования. Это первое по госконтрактам, которым мы работаем и с фондом социального страхования, я уже говорила, да, и с теми министерствами, которые у нас есть. Второй источник – это вот то, которое мы упомянули, да, это обязательное медицинское страхование. И третий источник – это у нас коммерческие поступления, то есть свободная продажа путёвок. Что касается вот коммерческой продажи, да, у нас проводится достаточно много акций, много, скажем, льготных акций, скорее всего, да, праздников достаточно у нас в России, поэтому идём навстречу, да, и об этом тоже Ирина Михайловна очень подробно всё расскажет. То есть о стоимости путёвки, сколько дней там можно воспользоваться, эта путёвка и расскажет нам всё Ирина Михайловна, да? Хорошо. Если человек льготник, вот сколько дней на основании полученной льготы он у вас проводит? Значит, по срокам путёвки, да, инвалиды у нас находятся 18 дней. Все остальные категории у нас идут, это по ветеранам труда от тыла, это 14 дней, и по обязательному медицинскому страхованию 15 дней. Коммерческие продажи, да, ну, как медик, я сама скажу, да, во-первых, для того, чтобы получить оздоровительные вот эти вот процедуры в должном уровне, да, то, соответственно, мы их продаём минимум за 7 дней, ну, и выше, то есть 7, 10, 15 дней уже на усмотрение самобода. Ну, как правило, да, всё равно даже если мы хотим пройти массаж, всё равно не менее 10 дней, да. Конечно, да, и кроме того, что у нас круглосуточное пребывание в санатории, да, ещё мы продаём курсовки, то есть это по типу как дневного стационара, да, но люди покупают программу, у нас есть достаточно разных, много программ по отдельным нозологиям, да, то есть они приходят в определённое время, получают процедуру и уходят домой. А у меня вот сейчас ещё возник один вопрос, как бы, да, соответственно, какие виды услуг, вот конкретно, например, там, ну, массаж, предположим, что ещё? У нас проводятся абсолютно практически все виды физиотерапии, магнитотерапии, есть у нас комната галлотерапии, это соляные комнаты, лечебные ванны, грязи лечения, лечебная физкультура, массаж и фитотерапия. То есть практически все виды, которые... То есть почти весь спектр оздоровительных вот... Да, мероприятий. ...направлений, да, которые должны использоваться, предлагаться в санаторий, да? В санаторно-курортном лечении. Ну, в принципе, это очень замечательно. Просто, Яна, сколько я сейчас поняла из того, что вы сказали, всё-таки бесплатно попасть в определённые трудности есть. Всё зависит от того, сколько в год у нас будет квот. В этом году по системе обязательного медицинского страхования мы ещё не получили протокол, поэтому сказать о том, что в этом году сколько у нас будет конкретно квот, это мы, к сожалению, сегодня не сможем. Ну вот, опять же, делая вывод из того, что я услышала, могу ещё предположить, да, что не все у вас койко-место, вот 100 мест, они не все квотные. Вот есть часть, процент коек, которые можно просто оплатить, сдать определённый ряд анализов, да, для... То есть, как бы пройти... Да, да, абсолютно верно. И с этими анализами прийти, купить путёвку, да, и посетить ваш санаторий, как удобно. Да, абсолютно верно. То есть, круглосуточное посещение... Вот на данный момент возьмём 14 дней. Путёвка на полные 14 дней. Какую стоимость предполагает? В этом году, с учётом повышения стоимости путёвки, да, это будет стоить на 14 дней 52 800. Это без никаких скидок, без ничего, это вот конкретно на 14 дней. Хорошо. Потому что сутки стоят 4 200. 4 200. В этом году. Значит, 58 800. 58 800. 58 800, да, правильно. Ну, так, я быстренько посчитаю. Вот, хорошо. Предположим, ну, пришёл к вам человек и говорит, а я хочу всё-таки со скидочкой. Какие варианты вы рассматриваете? Скидки у нас есть для многодетных семей, для работающих пенсионеров у нас есть, так. Мы часто проводим, у нас и так очень мало осталось ветеранов, ой, дети войны. Мы который год до ковидное время постоянно проводили бесплатные акции, да. То есть мы набирали для оздоровительных мероприятий ветеранов, которые идут у нас по детям войны, так. Ну, и у детей есть у нас скидки 50%, да, которые к нам обращаются. И в праздничные дни у нас скидки идут в зависимости от того, от 20 до 50%. И ещё вопрос. Если человек пришёл просто на дневной стационар, у него стоимость какая? Это у нас программный, да, опять же, там идёт расчёт на каждой программе, да, то есть здоровый позвоночник, да. Здоровый, там у нас ещё проводятся такие веды, как не только по позвоночнику, да. Хотя я скажу, тут немножко оговорюсь, да. Наш санаторий, он больше ориентирован на опорно-двигательный аппарат. Вот это важный момент. Об этом вот сейчас постоянно надо говорить, чтобы люди просто запомнили. Потому что, на самом деле, так как мы постоянно живём в холоде, как бы, да, вот, у нас это же очень больное, слабое место. И вот только впервые прозвучала эта фраза – опорно-двигательный аппарат. Мы с вами это должны говорить на каждом шагу сегодня, чтобы те, кто нас слышали, запомнили это. Мало ли кто-то по лёгочным проблемам к вам начнёт обращаться, и человек просто не поймёт, да. То есть определённая узкая направленность, она всё равно имеет место быть. Это же важно. Конечно. Хотя мы имеем лицензию практически по всем направлениям, да, ну вот это вот основное направление, поскольку у нас есть обалахская грязь, ну и лечебные ванны и так далее, да. Второе направление – это у нас основная неврология. Дорогие друзья, сейчас у нас с вами реклама. Без этого никак. После рекламы оставайтесь с нами, возвращайтесь к нам. Дорогие друзья, ещё раз напоминаю, что у нас сейчас в эфире программа «Якутск сегодня». С вами я, её ведущая Ольга Голдобина. И гости наши, замечательные гости, те, которые руководят санаторием «Обырал». Ключевые фигуры санатория «Обырал». Это очень важно. И в начале передачи я сказала, что мы будем составлять списочные вопросы, потом передадим и будет появиться ответ. Ну вот сейчас в процессе свободного небольшого времени мы всё-таки решили, так как вопросы начали поступать, решили всё-таки всё, что можем сейчас более точно ответить, мы ответим. Я передаю слово опять главному врачу санатория «Обырал» Ивановой Алюне Николаевне. Ивановой Алюне Николаевне. Вопрос прозвучал у нас на якутском языке. Алюна Николаевна, пожалуйста, переведите и вот расскажите. Вопрос поступил по поводу инвалида третьей группы. Как можно поступить? Бесплатно или на платной основе? Ну, как я уже говорила, да, что мы работаем по госконтракту с фондом социального страхования. Ну, с этого года у нас фонд социального страхования и пенсионный фонд, они объединились, и сегодня они называются как социальный фонд Республики Саха-Якутия. То есть в этой ситуации инвалиды, они идут, пишут заявление в фонд и ставятся в очередь. И когда проводятся уже тендеры, да, то есть госзакупы, мы уже начинаем работать с ними вплотную. Это получается бесплатно за счет фонда социального страхования, то есть социального фонда. Я надеюсь, что ответ был полным, вас устроил этот ответ. Ну, я очень рада, что все-таки нам пришла идея такая, да, встретиться и поговорить о наших санаториях Якутии. И вот Абурал в первую очередь у нас участвует. Сейчас я передаю слово социальному психологу Марии Николаевне Амыдаевой. Вот она рядом со мной. Мария Николаевна работает тоже давно в санатории Абурал. На шестой год. Вот. Она в прошлом активистка Лиги женщин города Якутска, поэтому очень масштабно владеет ситуацией, информацией различного уровня. Я надеюсь, она сейчас нам очень много расскажет о том, что проводится в санатории Абурал для того, чтобы тем, кто там отдыхал, было бы интересно. Значит, в санатории Абурал я работаю шестой год. Ну, как психолог провожу тренинги, в основном арт-терапия, занятия по творчеству. И также консультирую в песочной терапии, да, занимаюсь. Также провожу культурные мероприятия. У нас создана специальная анкета, по которой мы выявляем интересы наших отдыхающих. Также сразу выясняем, нуждаются ли отдыхающие в консультации психолога, хотел ли бы участвовать в концертной программе, хотел бы ли участвовать в организации мероприятий, провести мастер-класс. Всё, сразу мы информацию собираем, и в соответствии с этим планируем наше мероприятие. У нас в неделю два раза проводятся турниры различные по настольным играм, вечера знакомства, вечера отдыха, встречи с интересными людьми, концертные программы. Мои отдыхающие к нам приходят с концертной программой. И как раз в прошлом году, возьмём даже в месяц декабрь, к нам приезжали с концертной программой Ольга Голдобина, с Егором Толбоновым. Очень замечательный концерт был. Конечно, такие концерты очень вдохновляют наших отдыхающих. Также к нам с ансамблем постоянно приезжает ансамбль «Баянтула». Хотелось бы выразить им большую благодарность. Также ансамбль «Ивушки» и многие ансамбли со школы третьего возраста. С библиотеками мы также сотрудничаем. С библиотеки Центр детского чтения «Таяна» к нам очень часто приезжает, проводит разные тоже мастер-классы, беседы. С библиотеки Белинского к нам приезжает. Также с детьми сотрудничаем со школы. С 26-й школы 10-й класс приезжал с концертной программой. Их к нам привозила Егорова Татьяна Дмитриевна, наш член женсовета и депутат Илтумена. Дети там привезли нам пирожки, пироги. Молодцы такие. Также дети из школы искусств с аккордеоном, с домрой. Тоже замечательный концерт показали. С 20-й детской культуры к нам приезжали. Многие к нам приезжают с концертными программами. Также мастер-классы проводят. Мы сотрудничаем с Лигой женщин города Якутска. И наши мастера, народные мастера Республики Сахаикуте, Иванова Ксения Ивановна, Шишигина Татьяна Николаевна, Чалбанова Маргарита Алексеевна. Вот они приезжают и буквально на бесплатной основе проводят мастер-классы по национальному шитью, по изготовлению сувениров. Я думаю, те люди, которые увлекаются и знают наших местных мастериц, наверное, сейчас сидят и улыбаются. Им так приятно слышать эти имена, что такие замечательные мастера у нас. Мария Николаевна, вот я сейчас услышала одну прекрасную вещь. У вас есть анкета, какой досуг человек хочет получить. Вот я была, правда, не здесь, вот в паре санаториев. Вот что придумано, туда и пойдёте. Ну, нету такого. Ну, я, по крайней мере, не сталкивалась, что вот дайте мне анкету, я напишу, как я хочу дополнительно тут отдохнуть. Не было. Это потрясающе. То есть вот эта схема существует сначала, обырала, или это всё-таки в процессе работы выяснилось, что надо вести именно так работу? Да, эту анкету мы сами составили. Там есть у нас перечень того, что мы проводим. У нас где-то около настольных игр девять, например, видов. Там можно просто подчеркнуть, чем ты хочешь заниматься. Или же и другое. То есть дописать, чем же хотел бы заниматься. Вот таким вот способом мы выяснили. И как вы это учитываете? Да, все анкеты просматриваются. На основе этого, например, вот я просмотрела анкеты, да, шашки многие подчеркнули, значит, на этой неделе у нас будут шашки. Такой вопрос под ковырочкой. А было ли хоть раз, чтобы человек что-то написал, и вы не справились? Вот, ну не могу я придумать вот это развлечение, не могу я его организовать, найти вот возможность исполнить это желание. Но мы стараемся всё равно исполнить. Тут как раз именно для этого же создана анкета. Так ведь, да? И, ну, стараемся исполнить то, что... Я думаю, что если бы было, вы бы запомнили однозначно. Это невозможно. Если человек ведёт такую активную, яркую работу, и вдруг с чем-то он не может справиться, это врезается в память на всю жизнь, я думаю, да? Как это у меня не получилось, я столько делаю. То есть, наверное, если бы такая возникла ситуация, вы бы запомнили. Вот, и хочу сказать, что не устаю удивляться талантам наших отдыхающих. Вот буквально на прошлой неделе у нас прошёл очень замечательный концерт. Наши отдыхающие очень активные. И сценки, и песни, и стихотворения, ведущие они сами. Это просто потрясающе. Вы провели фестиваль своих отдыхающих. Это же фестиваль называется? Нет, это концерт. Это концерт отдыхающий, да. Каждую неделю у нас концерты. О, ну тогда дарю идею провести фестиваль. То есть, ну, фестиваль это будет ярко, зажигательно, неповторимо. По большому счёту. Хорошо. Мы согласны. Спасибо большое. Ну, действительно, если у вас отдыхающие сами делают концерты, да, с каким наслаждением они отнесутся к процессу формирования фестиваля. Это же зажжут их. Тем более, это люди, как правило, большинство, это люди советского поколения. Вот просто, вот сказать, а давайте сделаем вот это. Это те люди, которым просто вот по щелчку, и они, да, 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 они же загораются, как спичка. У них появляются идеи, желания, тем более, они же понимают, что мы тут отдыхаем. Да. Это мой отдых, и я должен его разнообразить. Вот всё-таки нас в советское время воспитывали, не дайте мне на блюдечке, я заплатил, вы обязаны, да, а мы воспитаны по-другому. Не обязательно на блюдечке, дайте мне возможность сделать что-то, и я сделаю, и получу удовольствие не только я, но и все окружающие, все кто рядом. Да. Работа у вас очень интересная, это что-то потрясающее. Мне очень понравилась ваша библиотека, расскажите нам про свою библиотеку. Ну, в библиотеке у нас очень много, достаточно много книг. Все желающие в свободном доступе у нас библиотека записывают только, что они берут, и читают книги. Там у нас всё по разделам распределено. Также в библиотеке у нас как раз проходят эти все настольные игры, мастер-классы. Библиотека у вас хорошая, да, и там места достаточно. Вот, скажите, пожалуйста, вот я побыла у вас в декабре, мне очень понравилось. И у меня вот есть дома несколько книг, которые я с удовольствием вам подарила. Вы примете от меня этот подарок? С удовольствием. Дорогие друзья, если вы хотите сделать подарок замечательному санаторию Абырал, подарить книгу, а, создать музей санатория Абырал подарков, да, милости просим, вы можете обратиться к работникам санатория Абырал и сделать свой замечательный подарок. Такой яркий, красивый жест. Еще раз напоминаю, что у нас в студии работают два телефона, 32 00 66, 32 11 66, по которым вы можете задать нам свои вопросы или озвучить свое предложение. Если у нас хватит времени, мы, конечно же, в течение передачи вам ответим. Если нет, то ответ вы получите позже, в том случае, если оставите свои данные. То есть оставите, ну, хотя бы имя отчества и номер телефона, по которому вы можете получить обратную связь, полноценный ответ на ваш вопрос. Еще раз, два номера телефона в студии. 32 00 16, 32 11 66. Мария Николаевна, вот у нас скоро опять рекламка, вот буквально 25 секунд, да, у нас есть 30 секунд, чтобы вы что-то еще добавили, вот изюминку такую перед рекламкой. Ну, хочу отметить, что многие дети отправляют своих родителей, да, к нам на отдых. Вот эти вот случаи очень чистились, как подарок. Вот, и многие наши отдыхающие говорят, вот, ну, перед выступлением, да, концерта, что у них там с голосом что-то не то. И очень хорошо выступают на концерте, то есть преодолевают себя. Как это радует. Вот, на самом деле в любом возрасте можно быть открытым. Дорогие друзья, у нас сейчас снова реклама. Мы вас очень ждем после рекламы. Никуда не уходите, оставайтесь с нами. Дорогие друзья, еще раз напоминаю, что у нас сегодня в гостях представители санатория Абырау. Мы уже многое услышали о санатории, о том, какая в нем работа проводится. А сегодня давайте сейчас, вернее, давайте более точно поговорим о том, как можно туда попасть. Готовьте листочки, авторучки и кому интересно, записывайте. Для этого я передаю слово специалисту организационного отдела Наговицыной Ирине Михайловне. Ални, внимание! Пожелания по телефону. Хорошо. Давайте услышим. Мы слушаем вас, говорите. Пожелания по телефону. Ну, судя по вашим лицам, вас хвалили. Девочки, расскажите. Вот я, честно говоря, не владею якутским языком, но мне очень приятно было наблюдать за вами, с каким теплом вы слушали этого замечательного дедушку. Расскажите. Как раз это звонил наш, ну, вот бывшего пансионата, да, у нас был пансионат одно время. Это Макар Камыч, который жил у нас. И он, называется, говорит, что очень хороший. Отдыхал, да, скажем так? Да. Он у нас жил. Он в пансионате был. У нас был пансионат. Прямо в пансионате он жил у вас, да? Да, у нас был одно время пансионат. И по поводу путёвочек, да? Давайте. Ага. Кто к нам может поступить? Во-первых, это инвалиды через фонд социального страхования. То есть, какие документы они должны... Они, во-первых, должны написать заявление в фонд социального страхования. Фонд социального страхования отправляет нам списки, и мы вот по этим спискам как раз их принимаем. Документы, которые они должны нам принести. Это паспорт, полис, СНИЛС, справку МСЭК и санаторно-курортную карту. Паспорт. Полис. Полис медицинский. СНИЛС. И справку МСЭК. Справка МСЭК. И оформить санаторно-курортную карту. Это важный список, потому что, мало ли, люди не всё дослышат, не запишут, потом будут расстраиваться. Так, ветераны труда, ветераны тыла. Они к нам обращаются... Так, один важный момент. Ветераны труда и тыла... Ветераны труда, давайте начнём с ветеран труда. Давайте с ветеран труда. Они к нам приходят один раз в три года через соцзащиту либо Минтруд. Следовательно, у них раз в три года есть возможность бесплатно отдохнуть в санаторий Абрал. Не бесплатно, с оплатой 20%. 80% оплачивает соцзащита либо Минтруд. В каком случае оплачивает 80%? Или сначала человек должен купить 100%, а после того, как он у вас отдохнул, подать на возмещение и от стоимости... Это тоже есть такой вариант у нас. Есть такой вариант. Это идёт на коммерческой основе, то есть пока у нас нет госконтрактов, мы их можем принять с возмещением 100%. То есть с возмещением. То есть они оплачивают в начале 100%, позже соцзащита оплачивает им, возмещает либо 80%, либо ветеранам тыла 100%. То есть вот не все, не каждый может сразу прийти и бесплатно у вас отдохнуть. Он должен заплатить, собрать пакет документов, попасть к вам, заплатить 100% стоимость путёвки, выписался, у него чек, закончился у него санаторный курортное лечение, у него выписка на руках, все документы. И с этим он обращается уже в соцзащиту, чтобы было точно по полочкам прямо вот и люди спокойно вот это понимали. Потому что большинство будут удивляться, что почему мне сказали бесплатно или 80% скидка, а я должен просить заплатить сразу 100%. У нас звоночек на сколько? Ага, у нас в WhatsApp есть уже либо вопрос, либо пожелание, надо посмотреть. Пока Алена Николаевна разбирается. Нашли? Да. Что у нас там? Тот же вопрос, касаемый по инвалидам, да, может ли попасть лежачий инвалид первой группы с ухаживающим человеком и как оплачивается. Ну, тут опять тот же ответ, да, во-первых, инвалиды у нас проходят, идут через фонд социального страхования и с ухаживающим первой группой, конечно, они вместе идут. То есть это опять же через фонд социального страхования. И это будет бесплатно. Но то, что человек лежачий и у него есть ухаживающий, это у вас все предусмотрено, все учитывается, да? Да. Замечательно. Спасибо большое, дорогие телезрители и радиослушатели, что вы к нам обращаетесь, слушаете нашу передачу. Нам это очень приятно. Задавайте вопросы. У нас вот получается отвечать сегодня прямо в эфире, это очень хорошо. Итак, Ирина Михайловна, продолжим. Какие у нас возможности и варианты приобретения путевок или получения бесплатного, вот возможность бесплатного получения отдыха в вашем санатории? Бесплатное у нас идет по линии ОМС. ОМС, прямо расшифровываем, не все пожилые люди. Обязательного медицинского страхования. По линии ОМС мы принимаем по записи, либо через поликлиники. То есть они могут своему терапевту обратиться, сказать, что хотят к нам прийти на реабилитацию. Соответственно, они подают в программе «Медведь» заявочку. И мы эту заявочку принимаем. Очень хорошо. Какие... Сейчас вот нам звонят сказать добрые, теплые слова. И на телефоне у нас есть, и на планшете есть. Мы рады вас слушать, да, пожалуйста. Слушаем вас. Алло, можно, да? Конечно, мы очень рады. Алло, добрый день всем. И я в 2022 году в августе отдыхала, выбирали. И вот в этом году я тоже собираюсь, потому что там я выписалась и здоровой, и душевной, и физически. Выбирали очень такой дружный коллектив. Все. Сахалитовина. Представьтесь, пожалуйста. Я ветеран труда Захарова Светлана Дмитриевна. Я на попрыще воспитания молодого поколения проработала 50 лет. И вот в лице Алены Николаевны, Ирины Михайловны, и Марии Николаевны, в лице, я хочу поблагодарить весь коллектив. Спасибо. 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 вам огромное за ваши теплые слова. Спасибо. Надо сказать спасибо. Спасибо. У нас уже скоро закончится передача. У нас есть еще что-то в планшете. спасибо. У нас есть вопрос. Давайте ответим. У нас задает работающий ветеран труда, полностью оплачивает или половину суммы. Для работающих ветеранов труда у нас в январе идет акция 50% от стоимости. То есть в январе у нас еще идет по старой стоимости, по 3 900 в сутки. Соответственно, в сутки для работающих пенсионеров 1950. Как долго это будут эти акции? Январь. Все, до конца января. До конца января. На февраль мы уже не попадаем. Нет. Или человек может купить в январе, чтобы приехать в феврале в марк. Да, в феврале. То есть в течение года он может и на лето взять себе до 31 января путевку со скидкой. Со скидкой 50%. Как работающий ветеран? На весь 23 год, когда ему удобно? Ну, скорее всего, нет. Давайте, определимся. Скорее всего, только февраль. На февраль месяц. Есть возможность до конца января приобрести путевочку на февраль месяц, какое время вам удобно, со скидкой 50%. У нас заканчивается наша передача, девочки. Мы ее даже не заметили. Я так благодарна, что вы пришли, что вы откликнулись. Я думаю, что это будет не последняя наша с вами передача, потому что нам надо еще многое рассказать нашим замечательным жителям города Якутска и жителям республики Саха-Якутия. Дорогие друзья, мы вас все любим. Верим вас. Берегите себя. Будьте здоровы. Беспокойтесь о себе, о своих родных. Всего вам доброго. Всего самое замечательное. Девочки, очень мало времени попрощаться нам. Надо сказать добрые слова нашим телезрителям и радиослушателям. Уважаемые зрители и слушатели, во-первых, спасибо вам огромное за доверие, за то, что вы к нам приходите, отдыхаете. Желаем вам всего самого лучшего. Главное, берегите здоровье свое. Счастья вам, любви, всего самого наилучшего в начавшемся 2023 году. Всего доброго.